Смотрите, сейчас в 5 часов вечера, понедельник, вот больница ОВД, а там детская областная больница. Сейчас Херсон, 19 или 18 апреля, понедельник, здесь не стоит ни одной машины. Здесь всегда машина стояла, сотни, нельзя было где стать. Посмотрите, ни одной машины вообще. Машин просто нету, людей просто нету. Вон там Илюша Кулика, можно вот так стоять-стоять, долго стоять, и машин не увидим. Вон едет одна. Значит, Херсон сейчас город-призрак. Просто город-призрак. Я ничего не снимал, потому что мне просто страшно было доставать телефон, потому что тебя просто могут посадить за это в машину, и будешь там объяснять уже, что ты кому-то, для чего ты снимал. Ну что, друзья, давно не слышались, не виделись. Я предлагаю поговорить, пообщаться. Прошло почти полтора месяца, как мы не виделись. Значит, живу я сейчас на дачах. Люди дали дачу. Далеко уже от Херсона. Значит, уехал я с этого ада, с этого города. Это было сделать нелегко, но все по порядку. Значит, начну, конечно, в этом видео я буду много матюкаться, поэтому детей можете убирать. И многое, что могу забыть, может, буду довключаться, дорассказывать. Значит, ну, с 24 февраля 2022 года жизнь каждого украинца, наверное, поменялась на 100%, на 360 градусов, как угодно. Значит, началась война в Украине. Россия напала рано утром. Значит, что хочу сейчас отметить? Значит, поблагодарить своих пацанов, с кем общался, с кем созванивался, с кем виделся, своих копорей. Так, ну, кто первый приходит на ум, там, вот, Серега, Чикони, спасибо, красавец. Поддерживал, созванивались, консультировались, не растерялся. Тебе, тебе респект, благодарен. Кто там еще? Значит, Андрюха, тоже молодец, вообще, очень тебе благодарен. Поддержка, общие дела были во время оккупации. Саня, таксист, ну, Коля сейчас с нами нету, Коля, за Колю отдельно, ладно, расскажу. Коля пропал. Игоречек, Игорек, за гречку тебе отдельное спасибо. Тоже все время созванивались, молодец, спасибо тебе за поддержку, красавец. Очень тебе благодарен. Диггер, представьте, я даже с Диггером успел поругаться. Послал его, потом извинился, но на нервах. Это был день третий или четвертой войны. Диггер, знаешь, как получилось? Я подумал, ты мне ВСУ колонну прислал. Я знал, я видел там видео, где колонну сильно наших разбили, потрепали. И какой такой был момент, период, и думаю, блин, еще ты туда же лезешь, понимаешь? Потому что много начали мне кидать там, как заебически Украина проигрывает, понимаешь? И я таких людей отшивал, игнорил, блокировал, и ты попал под раздачу. Ну, извинился перед Диггером. Тебе очень благодарен. Вообще, ты меня тоже поддерживал. Мы держали постоянно связь и со всей этой жопой вместе вылазили. Молодец, что выехал. Я тоже сумел это сделать. Отдельная история по поводу выезда. И что получилось. Так, кто там еще? Так, Витюша, тоже мы хоть ни разу не созвонились, но тебе большое спасибо, Наташа. Приходили на митинги. Я знаю, что это было морально тяжело ходить с флажком на БТР и автоматы, пулеметы, орков. И поэтому морально было тяжело. Но большое спасибо, что приходил. И жаль, что мы там не увиделись. Игорек, скульптор, ты звонил мне два раза или три, я не брал трубку. Слушай, ну не обижайся, я с тобой тогда вообще не хотел общаться. Я искал тогда на тот момент максимально близких людей по духу. Где-то в чем-то, в чем-то, может, я тебя недопонимал тогда, либо накрутил, неважно. Но не хотел я тогда, ну не только с тобой, почти 95% людей, с кем я тогда не хотел общаться. Это первая неделя войны. Мало людей, с кем я общался тогда. Так, кто там еще? Да, есть такие, которые конкретная вата, не буду говорить. Моя хата с края, ничего не знаю, там, семья, дети и все, и меня не трогать. И если такие, ну судить как бы не буду. Но кто знает меня, знает, как я люблю Украину. Как для меня это было болезненно. Как для меня это все было тяжело. Потому что приоритеты все-таки отдаю своей стране, а потом себе. Есть такая поговорка. Не спрашивай, что тебе дала Родина, а спроси, что ты дал Родине. Поэтому всячески эмоционально было это все перенести. Так, есть, конечно, и у меня из Копарей. Мы сейчас за Копарей все говорим. Есть такие, как и кто поддерживает Россию. В частности, там, вот, Вовчик, я к тебе отбращаюсь. Но я понимаю твою позицию. Ты мне набрал, там, по-дружески поменяй ник. Чтоб меня там не расстреляли за него. Но Россия, которую ты думаешь, это не та Россия, которая была в Советском Союзе. Это банда воров, которая безумную эту войну начала. И, как ты мне сказал, что клоуна, там, этот, зачем, ну, как ты мне тогда сказал. Это ваш клоун, там, а я тебе отвечу, что Порошенко вписал в Конституцию вступление Украины в НАТО. И, как по мне, это чисто предвыборная авантюра была. Ну, такое вписывать нельзя. Что касается клоуна Зеленского, то ты, ну, однозначно ошибаешься, что чувак себя показал достойно. И очень уважительно к нему отношусь. И так, вот какая красота. И я надеюсь, что просто твой сын не пострадал в Харькове от бомбежек, от всего. И ты пересмотришь свою позицию в отношении России. Потому что Россия давно уже ничего не строит. Она уничтожает и живет по принципу Орды. Понимаешь, если бы эта страна вкладывала те 200-300 триллионов долларов, которые вывезли за 22 года, то никакой бы войны и Украина уже давно была бы куплена Россией. А так все происходит до полного уничтожения собственной страны и захвата чужих территорий, чтобы уничтожать территории, которые развиваются. Так, за Ваню забыл. Ваня, тоже тебе респект, красавчик. Вместе созвоны были и очень сделали пару добрых вместе дел. Вообще, молодец, уважуха тебе. Если не выбрался, выбирайся, ну, старайся с этого всего. Так, по Херсону. Смотрите, я попытался там, я вначале, наверное, вставлю это видео. Я попытался там что-то снимать. У меня, кстати, есть подписчица с Испанией, Анька. Она сейчас ведет блог. У нее несколько блогов там кулинарии, а второй она ведет там про Херсон. Я дам ее ссылку, отлично все рассказывает. Приятный сладкий голос. Аня, если бы ты микрофон поставила себе где-то, ну, прицепила там возле себя, и тебя кто-то снимал бы сзади, а у тебя голос сладкий, тебя слушать приятно. А если бы тебя еще кто-то снимал сзади, то у тебя было бы, поверь, миллион точно бы подписчиков. Потому что сзади на тебя смотреть, это вообще одно удовольствие. Поэтому ты идешь, рассказываешь, вот улицу снимаешь, как я сейчас, но ты только впереди будешь идти, микрофон у тебя там где-то, а у тебя кто-то сзади так снимает. Поверь, у тебя будет контент вообще мирового масштаба. Так, ссылку я дам. Ну, идем мы дальше. Что? Ну что, первые, наверное, дни... А, что касается Херсона, да, мы же с вами с Херсона. Что касается Херсона, смотрите, в 8 утра 24-го числа я уже как бы знал, что ВСУ, все, они уже ушли с Херсона. То есть, там было видно, и военные уезжали, и военкоматы уже все там собирались. То есть, ВСУ Херсон покинули. И его как бы армия и не обороняла. Это было очевидно, и плацдарм уже там был на Николаеве. Как бы не все нам военные должны рассказывать. То есть, его было нецелесообразно охранять. Там, почему не взорвали мост и все остальное, это все к военным. Я не буду как бы на все эти вопросы, и там, мое свое мнение могу там какое-то когда-то сказать. Но, это стратегия, тут военные сами решают. То есть, у нас были сильные бои в районе Антоновского моста. Там реально бомбили и Антоновку, и Киндийку, там я это видео выставлял. Там все можно на канале мне посмотреть. Очень много техники разбитой, и орков, и наших. Скорее всего, тот танк, который там я выставлял на видео, скорее всего, на своем. Скорее всего, то наш. Но там и очень много техники русни подбитой. Значит, да, там были бои. Потом, когда в самом Херсоне, когда они заходили рано утром, часа четыре. И это было, если я не ошибаюсь, либо 1 марта, либо 28 февраля. Город они весь перекрыли. Терраборону все расстреляли с БТРов. Те даже никого и не увидели. Внутри были бои. Ну, такие, не локальные, не сильные. Но были сильные перестрелки, стрелковые там БТРы. И там на Береславском шоссе подбитая была орков техника. Одна машина, бронемашина или КАМАЗ. Есть видео. Смотрите, у меня нет этого. Я не буду ничего вставлять. Вы можете это все найти в Ютубе. Я буду говорить только правду. И то, что пережил я, и то, что знаю я. И видел я, либо на видео, либо сам ощутил. Поэтому вы уже сами есть там на Береславке, его потом на металл там чепеляли. В общем, там голая жопа валяется русского военного. Его разорвало на куски. Скорее всего, там с РПГ стрельнули. Были, стреляли, но таких сильных боев не было. Все. Потом, что было в Херсоне. Первое время народ собирался на митинги. Были митинги 10 тысяч. Были митинги 15 тысяч человек. Мы ходили в поддержку Украины. Один был курьез, когда шла громадная толпа. Поворачивали на Перекопску. И ехала как раз колонна на броне русни. Солдаты. Это контрактники. Хорошо экипированные. Вот эта вся толпа идет. Начали провоцировать. Кричать фашисты. Пидорасы. Я кричал, вам эту войну не ух... Позвонили, меня перебили. Значит, это был такой страшный момент. Я понимал. Я видел уже, что сейчас будет что-то. Потому что такая громадная толпа. И тут колонна орков. Тоже есть видео. Ищите. И... И... Они начинают... Ну, мы там кричим. И... Я вижу, я на велосипеде. Мне уйти некуда. Я хотел, если честно, бы съебаться оттуда. Блядь. Потому что я понимал, что сейчас что-то будет. Ну, и в общем, у кого-то нервы у солдата не выдержали. И... Он начал стрелять. Стрелять вверх. А у кого-то не выдержали. Еще подхватили. С пулемета начали стрелять. Не вот просто вот вверх. А вот, знаете, так вот. Под... Ну, где-то так вот. Вот 50 градусов. Вот так вот. Над деревьями. Так начал стрелять. Над парком. Там у нас справа как раз парк. Там, где памятник вот это погибшим солдатам. Вот приблизительно там. Где банк. 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 Национальный банк Украины. Вот приблизительно там это все произошло. И колонна длилась приблизительно до конца парка. До поворота туда в СБУ. И вот это они начали стрелять. Но это было очень страшно. И кто-то говорит, что, знаете, там мокрые трусы. У меня в тот момент были мокрые ноги. Мокрые носки, блядь. Потому что это просто был пиздец. И я не могу вам... И эта броня работает. И они херячат, блядь. В общем, честно. После того, как бы на митинги я уже не ходил. Ну как, я заезжал на велосипеде. Но уже это было опасно. Значит, были еще митинги. Но следующие митинги уже они стреляли постоянно. Уже потом кидали шумовые гранаты и газовые гранаты. Были осколочные ранения. Были пулевые ранения. Вроде бы человек скончался. Попала пуля. Срикошетила ему, знаете, вот это паховое внутри бедро. И перебила вот эта там артерия идет. И я точно не знаю. Но точно трое раненых было. И это был самый такой жесткий первый разгон митинга. После того людей стало меньше. И еще ходили. И вот в частности с митинга забрали. Ну, не как с митинга. Он там заехал на велосипеде. У нас Колю забрали. Нашего друга, который пропал. И как бы уже мы говорили, что опасно уже ходить. Но он все равно пошел. Все истории не знаем, как там все случилось. В общем, человек пропал. Его забрали. Дома побыскали. И так его и нету. Значит, что касается дальнейшего по Херсону. Значит, у них там было... Начали они зачищать там военных. Там терраборону. Естественно, по адресам ездить. Адреса у них уже были. Ездить по домам. Там искать все, кто связан как-то с военными. Потом что? Что произошло с одним... С моих родственников, в общем, есть племянник. Он работает в больнице. Там где-то работал или работает в больнице. Где-то, знаете, где там напротив... Как она называла? Водников. Не, не Водников. Ну, тут это там на Ушакова, которая. Но не областная. Она... У них там где-то окна выходили на воинскую часть. И он там это снял для Фейсбука, чи для ТикТока, чи для Инстаграм. И выставил это. Военных выставил. Через какое-то время его вычислили. И пришли к нему домой. А они компанией сидели. Их там было 4 человека. Или 5. Там девчонка с ними была. Пацаны. Это точно я вот рассказываю. Которую историю я знаю. Их, короче, всех взяли. В общем, чтобы вы понимали. Пацана держали где-то или 5 суток, там, или неделю, или трое суток. Я не помню сколько, но их, его пытали. Значит, привязывали к стулу, на ногу, током. На ногу надевали какую-то хрень. И на ухо цепляли. И добавляли ручкой. Ну, тут я живу. И добавляли ручкой напряжения. В общем, любая информация. Издевались. Девку разделили до трусов. И девку заставляли говорить, что они ее там насиловали. Чтобы она показания на них давала. В общем, там такие муки, пытки, все это происходило. Что, как бы, людей ломали и издевались. То есть, это не шутки. В Херсоне относительно, относительно, как бы, ну, что, что. В Херсоне начали очень сильно расти цены на продукты. И жизнь, как бы, начала постепенно. Ну, люди как-то стали выходить из дому. Как-то начала жизнь чуть-чуть проявляться. Но люди стали покидать город. Вот, первое время начали выезжать через Станислав. И потом эта дорога закрылась. Да, в день там проезжало, там, 300 машин, 400 машин. Потом, что еще по Херсону вам сказать? Значит, сейчас. А, по поводу Русни. Русня в Херсоне, конечно, была, относительно, сначала, лояльная. Потому что, первое, как бы, у Путина был план убить правительство. И, типа, Украина, как бы, осталась, как вассал. Типа, знаете, как... Как бы, флаг остался, и все, больше ни хуя. Привет. Флаг остался, и все, и больше ничего. А потом, когда планы все сорвались, ничего у них не получилось. Ни Киев захватить, даже Николаев, они не смогли взять. Их там нахуярили столько. Посмотрите видео, блядь, сколько там техники в самом городе спалили. Вертолетов там они прыгали. Десант в самом городе. Их там нахуярили. Лично мой друг их там хуярил. И поэтому, все, планы там поменялись. И то они сначала не меняли флаги. Это я объясняю. Почему не флаги? Вот это я русскими говорю. Флаги не меняли, потому что, ну, типа, это Украина, знаете. Убьем там правительство. А потом, когда уже все провалилось, когда они уже поняли, что пиздец, и тогда они уже поменяли флаги. Они убрали сначала у нас, ну, в облсполкоме повешали свою тряпку. И потом они, вот этот, рядом там, где Небесные Сотни. Там, кстати, они же спровоцировали. Они же толпу нашу спровоцировали. Они памятник Небесной Сотни поломали вот это. И люди, в общем, начали возмущаться. И вот это на митинге началась стрельба тогда. Так, ну все. Вот российский флаг повесили, блядь. Это они как бы для солдат своих делают. Мотивация. И что у нас еще? Ну и Херсон начали постепенно-постепенно покидать люди. Патрули по городу проверяют документы. И проверяют машины. У них какие-то списки были. Кого-то... Героев Небесной Сотни, пожалуйста. Какие-то списки были. Кого-то они искали. И, в общем, в Херсоне жизнь была такая немножко, как вам сказать. Ну, все начало закрываться. Все начало массово. Все вот закрываться. В банках там... Банки закрыты. Везде какие-то очереди. Лекарств становилось там меньше и меньше. В аптеках очереди. Какие-то непонятные движухи. Никому не доверяешь. Просто я сейчас даже это вспомнить не могу. Потому что это не со мной было вообще. Я вам не могу даже объяснить, с кем это все происходило. И как это все происходило. Но... Жить было страшно. Потому что ты не знаешь, что будет... Что будет дальше. И, в общем, люди начали уезжать. По поводу... Ну, как бы, первые несколько дней, когда только русские зашли, значит, солдаты полностью ограбили большие супермаркеты. Ну, едой. Тоже ищите видео. Вот этот вот на площади Победы. Большой Диэльдорадо. Магазин. Его весь вынесли. Как он называется? Все забываю. Его весь вынесли. Там БТР и они грузили жратвой. Это конкретно... Армия. Армия это делала. Потом Сильпо разграбили. Потом даже разграбили Зочи. Сантехнику. Тоже есть видео. Снимали люди с домов, с крыш. В общем, орки грабили. А, машины в первые же дни все. Тойоту всю разграбили. Автосалоны. И они все на этих машинах потом по Херсону ездили. Зетки понаклеивали. Номера поснимали. И это было ужасно. На все это видеть. Полностью все ограбить. Представляете? Весь город за несколько дней полностью размародерить в плане продуктов. Да, конечно, наши тоже там начали и в магазинах лазить. Но в городе началась полная анархия. Без власти, ни ментов, никого. То есть сначала грабят орки, а потом туда залазят местные. Ну полный, блядь, пиздец. Понимаете? То есть и потом это все как бы успокоилось. То есть воровство, понятно, оно было, есть и продолжается. Но в плане орков успокоилось. Они вот это в первые три дня, у них было разграбление города. Еды набирали во всех магазинах. Бухла, еды, все, короче. Так. Так, а вот как это самый дом? Потом. Что происходит потом? Потом происходит следующее. Значит, и появляются какие-то непонятные люди, которые начали тупо отжимать и воровать машины. Да, были случаи, когда обращались к оркам туда, в горе с полком, и машины находили. Да, это я точно знаю эту информацию. Через моих знакомых нашли им машину. То есть, ну это единичный случай, что орки помогли найти машину. Много местных жуликов, нищебродов резко стали ездить на машинах. То есть тоже, кто что хочет, то и делает, понимаете. Потом убийства были непонятные. Вот в частности, вот позавчера убили вот этого блогера. То есть, кто что за что прошел, это уже сами, сами я не буду это комментировать. То есть, непонятно. Было страшно за имущество. Было страшно, что ночью кто-то к тебе приедет домой. Было страшно, что заберут, украдут машину. Машины, вот у моих знакомых почти при мне на Казацком забрали машину. Ну, X5-й с такси вышли по гражданской и забрали машину. То есть, машин очень много выезжало на территорию Крыма. Это и писали, и военные говорили. Ну, то есть, это правда. То есть, массовый отжим, воровство автомобилей. Естественно, кем-то это курировалось. И, ну, сами представьте это состояние, когда... Вон, тоже посмотрите. Речка здесь, наверное. Так, телефон уже садится. А, вон, красота. Птички поют. И обстановка на калене, на калене была и на калене. Ну, само собой, плюс еще постоянно Чернобаевку отрабатывали наши. И постоянные взрывы, постоянные бомбежки. Это все рядом. И Чернобаевка, это считается как Херсон. То есть, каждый день там шли бои. Иногда какие-то можно было услышать и внутри города выстрелы. Выстрелы с автомата, с пулемета. Вот такие очереди тоже были. И... Так, ну что, продолжим. Продолжим. То меня отвлекли, уехал. Вот тут греночки на завтра жарю. Значит, на чем мы там с вами остановились? Посмотрим на костер. Остановились мы на Херсоне, что в городе было неспокойно. Значит, были выстрелы часто, пулеметные, автоматные. Они каждую ночь, орки по городу ездят. Шум техники, запуски ракет, ну, грады, СМЕРШи. Пускали все с территории Херсона. Ну, были слышны пуски. В наших чатах, в Телеграме все это люди писали. У кого-то что-то получалось снять. И... А, Виталя, забыл же тебе сказать спасибо. С Виталием мы вообще виделись довольно часто. И в подвале у меня там он ночевал, он у меня, он как раз там, ближе к Антоновке жил. Там очень много разбомбило домов. Очень много там пострадало людей от бомбежки. И были у меня какое-то время. Спасибо тебе, дружаня. Дай бог, скоро свидимся. Что я еще хочу сказать про Херсон? Вот, когда я пришел к мысли, что с Херсона хочу уехать. Ну, на самом деле, я давно уже хотел с города уехать. Но это было небезопасно. Во-первых, шли бои. Время от времени там появлялись вот эти вот коридоры. Открылся коридор через Снегиревку. Ну, как, это не то, что коридор. Просто люди начали выезжать. За выезд свой я отдельно расскажу. А, ну вот, сейчас у нас 22-е. Приехал я позавчера. Значит, вот 18-го числа, в воскресенье, кажется, или 17-го. Я на велосипеде выехал в центр. Это было уже где-то часа 4 вечера. И, ну, чтобы вы понимали, по Ушакова, где Украина, до Суворова. Суворова проехала, я ехал на Суворова. Проехала, наверное, одна машина. Я увидел пару там пешеходов. А когда выехал на Суворова, то вообще улица была полностью пустая. Мне потом проехал дальше до Суворова. По Суворова туда, ближе к райсполкому. Там стоял джип, вот с этой, с фастикой фашистской, Z. И пулеметчики, направленные прямо на Суворова, в масках, в этих, Русня. Ну, я свернул туда, в сторону драмтеатра, и ехал совсем один. И выехал туда уже до Советской, ну, вверх. Ну, мне очень хотелось достать телефон и снять вам город. Ну, честно, мне было страшно это делать, просто снять эту пустоту. Это Чернобыль, или город-призрак, или... Как еще ее называть? Ну, это был вымерший, страшный, безлюдный, пустой, холодный город. И мне стало очень страшно и жутко. И это уже был вообще не Херсон. Это какое-то прошлое... Не знаю, это какая-то ядерная война прошла. Я не мог... Мне было страшно достать телефон и снять вам все это. Потому что любой мог остановиться и сказать... На машине проехать уже там... Не обязательно у него могла быть Z-ка безномерная. Они уже ездили на наших машинах. И что ты тут снимаешь, и забрать тебя, и все. Потому что в Херсоне пропало достаточно много людей. В Херсоне официально только там 170-180 человек пропало. Говорят, их там все держат на Восточном. На Восточном, где отрезвительный пункт, там какой-то... Там Запоповича где-то, но я не знаю. И говорят, всех людей там держат. В общем, понимаете, какая сложилась ситуация? Что все, что связано с Украиной... Даже простой флажок, трезуб, либо украинская ридно-мова, Якую я размовляю на российской мове. Но украинскую мову дуже поважаю, разумею. И якщо треба, могу размовлят и на украинской мове. Но все, что связано с Украиной, стало в Херсоне жизненно опасно. То есть, это дикая ненависть диких варваров, диких людей ко всему украинскому. То есть, и это в целом практически вся Россия ненавидит просто. Все, что связано с Украиной. И там находиться было уже... Ну, по крайней мере, для меня уже... Может, физически не опасно, я как бы перемещался. Но морально уже практически невозможно. Потому что даже за слово украинское можно попасть и лишиться жизни. Ну, и народ массово-массово начал уезжать на территорию Украины. Да, многие люди и через Крым уезжают. Много моряков через Крым уезжают. То есть, загранпаспорт есть. И через Крым, а там уже на Россию и Грузия, либо Турция, кто куда. Но официально 40% жителей покинуло Херсон. Но, поверьте, эта цифра занижена. То есть, там покинуло Херсон людей значительно больше. И оставаться там уже было достаточно сложно. Вот так как знаешь, что большинство украинских людей, они свободные, свободолюбивые граждане. И да, там осталось много моих друзей, много знакомых. И я не говорю, никого не призываю там уезжать. У каждого свое мнение. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет остаться. Лично мне здесь морально легче. И когда я пересек границу уже с ВСУ, то мне просто родители там плакали. И мать моя плакала, что как только пересекли границу, уже настолько стало легче. Как выезжали мы, это вообще ужас. Эти несчастные люди, эти громадные колонны, тысячи машин, дети, переполненные машины. Да, русня вежливая. Проверяют документы, откройте багажник. Все вежливо, никаких там ничего. Но сама атмосфера ужасная. Едешь ты по этой дороге вдоль Дарьевки. Там останавливаешься, возле каждой километра, два, три, тебе останавливают новый пост. Вот ДНРовцы эти грязные, беззубые, с фиксами. Такие люди, такие тоже вопросы какие-то. Ну как бы никто ничего там не раздевал, не забирал телефоны. Ну, чувствовалось какая-то такая, знаете, со стороны, особенно на последних постах, вот чувствовалось со стороны непосредственно русни, вот солдат. Я так понял, это контрактники, солдаты хорошо вооружены, технически снабжены. И новая техника. И чувствовалось такое, что им надоело это количество, громадный поток этих людей, беженцев, которые пытаются уехать с Херсона. Они уже чувствуются, что устали от нас. Что мы едем, 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 едем потоком, нескончаемым едем и на территорию Украины. Вот это, конечно, чувствовалось. Чувствовалось даже, что вот хочет как бы гашочерю тебя сзади дать, чтобы... Они устали уже просто. Они устали от количества вот этих проверок, документов, вещей. Ну, как только я уехал на следующий день, уже людей не пустили. И потом еще через день людей не пустили. И знакомые пытались выехать. Людей не пустили. Причины я не знаю. Может быть шел бой, может быть с чем-то другим связанным. Но людей не выпустили. Так. Так. Давайте чуть-чуть отвлекемся от Херсона. И буквально я немножко поговорим о войне в целом. Смотрите. Мое мнение такое, что война может, да, затянуться. Может она еще продлиться и два, и три месяца, и полгода, и... И не исключено и год. И я не вернусь в Херсон, пока там не будет висеть украинский флаг. Это лично я. Значит. Ну, что я вам хочу сказать. Вот мы здесь, это мой канал, он посвящен КОПу. Тут много людей, которые любят историю. И вот ответьте мне на один вопрос, даже вот вы, россияне. Что самое главное вот в любой войне? В любой войне самое главное это в союзники. Вот какая Россия сильная, могучая и большая не была, Россия одна. А с Украиной сейчас весь мир. Весь мир союзники Украины. Плюс западные санкции. И Украину сейчас вооружает весь мир. Оружие идет, идет и идет. Я ехал по трассам и видел очень много новой техники. И этой техники будет с каждым днем все больше, больше и больше. Не важно, как закончится там эта супер битва, за которую вам там рассказывают на Донбассе. Но я уверен, что наши ее выдержат. Все эти территории, которые захвачены, а в частности Херсонская область, Запорожская область, все Украина не отдаст. Да, условия на переговорах будут такие, что наши поставили, чтобы ушли за границу 24 февраля. Естественно, Путин на это не согласится, а он будет держаться за эти территории. Война будет продолжаться до победного конца и война будет, все будет на поле боя решаться. Поэтому, если на переговорах Россия не согласится уйти за границей 24 числа, то эти территории придется освобождать. Что касается вооружения, вооружения разное, и старье, и новое. Но что касается западного вооружения и России в целом, то Россия от Запада отстала лет на 30, а в некоторых моментах и лет даже может на 50. То есть, ну о каком-то там выигрыше речи быть не может Россия, я имею ввиду. Потому что Украина многомиллионная страна, здесь 45 миллионов людей, и попасть даже сейчас в ВСУ, ну поверьте, невозможно. Потому что мотивация колоссальная за свою родину сражаться, плюс кто сейчас воюет непосредственно, кто там на линии соприкосновения, зарплата у ВСУ 3000 долларов. Вы скажите мне, кто только какой-то генерал, ФСБ, там майоры, я не знаю, в должностях так сильно не разбираюсь, получают сейчас у вас такую зарплату. Да я не верю. Я не верю, что ваши контрактники, русские получают такую зарплату. Поэтому мотивация бешеная и просто не хватает вооружения всех там пустить сейчас в бой на освобождение. Это все идет постепенно, постепенно, там есть бюрократия, то-то, 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 то-се, но постепенно Украина вооружается. Поэтому то, что Херсон будет освобожден, ну скорее всего битвы за Херсон не будет, Русня уйдет за мост, мое предположение, и взорвет его. И потом уже будут выбивать их оттуда. Но война будет продолжаться. Лично сам видел Байоктары, как они работают. А Байоктары, так как по мне, это самый из простых беспилотников, потому что есть такие беспилотники стратегические у штатов, что, блядь, на 13 тысяч километров на 12 летят и сбрасывают там бомбы. Вы можете почитать, но не мне вас сейчас рассказывают. То есть все это может быть у нас. Поэтому, и чем дольше будет идти война, тем пагубнее это все, ну тем выйдет боком для России прежде всего. Понятно, что Украина пострадает. Кирпичи, все это, стены, дома, заводы, это все отстроится быстро. Это даже бабки не ходи. А вот люди, люди погибают. Людей очень много. Плюс вывозит Русня наших много людей. Детей, это правда, с оккупированных территорий вывозят на автобусах. И куда они там дальше их везут, этого я не знаю. Но это правда, с Украины очень много забирают детей. А дети потом, это наше будущее. Это очень страшно. Ну все это будет суды, как с фашистской Германией, со временем это все будет оприлюднено, доказано, показано. Будут еще санкции. То есть, ну это в течение 5-10 лет это будет конец России. И как бы там они ни вопели, ни ссали, то Запад в любом случае сильнее. Ну а мы здесь перемелим их. Ну понятное дело, что война еще идет и конец еще нам только снится. Но будем верить, что все закончится довольно-таки быстро. Ну и по политически, если мое мнение вам тоже скажу, что взяли от Медведчука, он даст показания. Я уверен, что и там по Порошенко будет много чего всплывет. Ну естественно, Зеленский умный. Он не будет сейчас во время войны это скрывать или показывать. Но я думаю, что после войны многим военным это станет ясно, что очень много боков было со стороны Порошенко, по этому Минску. И может можно было избежать. Ну вряд ли. Путин, видите, он уже идет до конца и готовился. Ну и мы помним же с вами, что война-то уже идет 8 лет. 8 лет она идет в Украине. Это для некоторых она вот почему-то сейчас началась. А у нас много людей таких, как ездили в Крым, как ни в чем не бывало. Понимаете, ездили в Москву на семинары, среди моих знакомых есть. На море отдыхать в Крым. Понимаете, и для меня это вообще был шок, как это можно было. А война она такая же, она идет уже у нас 8 лет. Просто сейчас масштаб ее по всей стране. А так она шла только на Донбассе, и мы этого не слышали, не видели. Это сейчас все, все поняли, что это такое. А у меня есть такие, да, знакомые, для которых было нормально поехать в Москву, либо в Крым. Понимаете, после того, как все сейчас вот началось, то всех этих людей со своих жизней пришлось просто убрать и отрезать, как будто их и не было. Потому что тогда я на это уже смотреть не мог. А сейчас так, так вообще это все, когда видишь. Ну еще давайте о Херсоне поговорим, что люди не захотели оставаться в этом всем, просто не захотели это терпеть и ждать, что с ними будет завтра. Тем более они хотят там какой-то сделать референдум, знаете. То есть, ну это полный, полный бред. И люди не хотят бояться всего это видеть и терпеть. И поэтому хотят уехать. Уехать и быть вот беженцами, вот как я тут, полить печку, понимаете. Жить вот в таких условиях, ну бесплатно. Люди дают жилье, дают вообще ночевал по дороге, бесплатно кормят в нормальных домах. То есть, есть форумы, есть куча сайтов, где тебе примут. В любом городе Украины, в любом можно тебе переночевать, жить. То есть, супер поддержка, волонтеры. Я, конечно, в шоке, как они к херсонцам уважительно относятся. Это, конечно, это просто, ну это вообще, насколько народ сплотился, насколько объединился. Насколько ненавидят эту русню. Мы очень сильный народ. Нам всегда вбивали в голову Савдепия, что мы там хохлы. Этот украинский язык стеснялись, украинскую мову. Но мы, мы очень сильная нация. Мы воины, казаки. И все так с улыбкой, с юмором. Там, смотрю, бойцов на передовой переезжали. Все ржем, шутки сразу. Вот, привет там, пацаны. То, сё. И не бояться, не бояться их хуярить, понимаете? Хуярить их, сука, не бояться, блядь. И это сейчас как азарт пошел. В войну идти, азарт. Ебашить аркотню. Понимаете, вот насколько, насколько сильная наша нация. Вот Киевская Русь. Это все еще с каких времен шло. И посмотрите, вот мы историю учим, сколько казаков брали и крепость вот эту, турецкие, вот эти все, очаков там. Там же все наши были казаки. Поэтому мы очень, мы очень сильная нация. А кто такая эта русня? Это вообще там, тут я смотрю, это сброд, это вообще непонятно. Как бы, кто, откуда они собрали этих бойцов. И какая у них мотивация. Поэтому, однозначно, победа тут будет за нами. Да, но нельзя забывать, это сильная, они сильные, они тоже бьются вот за эту Александровку, бьются уже полтора месяца, там каждый день идут бои. Значит, не видите, тоже, ну есть тоже мотивация, не могу сказать, что у них нет мотивации, тоже воюют, сражаются. Но за нами правда, это наша земля. И сейчас я попробую еще что-то вспомнить конкретно за Херсона. Либо что-то вам... Значит, сегодня пишу видео 21 апреля. Уехал я оттуда, кажется, 19 апреля 2022 года. Поэтому, ну, кого там обидел, не поминайте лихо, может, кто-то что-то обиделся, что я уехал. Сейчас попробую, может, еще что-то вспомнить. И попробую уже выставить. Продолжение следует...